Мы жили у нас на Дону, где он почти столько, и на самом поле, на берегу реки, по поляна, все нормально, и рядом в основном только деревни. И потом уже на Мамаев курган ходили, и мы каждый день путешествовали по разным боевым местам, где были, и где было сваление, получал Донской. И по всем музеям, по храмам, неописуемо, по Москве путешествия прошли. Серпуха город, неупиваемая чаша, чудотворная икона. Сергиев посад, троица Сергиева лавра. Ребята впервые увидели, что такое мощи преподобного Сергия. Пробила часовая целая искусствия. Проводил ее молодой выпускник духовной семинарии. Когда почувствовал тот русский дух, тот русский уклад, потому что там удивительно было все. От купца Байбакова, это его уклады, от того, что ребята узнавали, что это не только купцы, и из островского. Паша сказал, я обязательно в Сургуте устрою русскую чайную по купеческому опросицу. По-моему, вообще, это и есть самая настоящая Россия. Люди там совсем другие, ну, как у нас в Сургуте. Город Сургут, он как более такой западнический, да. Жили мы в селе Монастырщина на берегу Непряда в палаточном лагере. Мы и песни пели, и при въезде, и при выезде на Куликово поле. Также читали стихи, да, около Непрядвы. Наспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись. Помнят наши деды, помнят наши предки. Помнят наши церкви, Господа хвалят. Куликово поле, русская победа. Куликово поле, русская земля. Больше всего удивило, наверное, сами живописные просторы такие, и как бы очень красивые места. Во-вторых, удивило то, что народ действительно помнит те события, и там очень много исторических музеев, памятников. И как бы все пахнет такой стариной, и все напоминает о былой битве. Понравились все люди, с которыми мы общались. Буквально в каждое слово частичку души вкладывают. Там нет западного духа, как в Сургуте. Ну, небоскребы там все идут. Ускоренный темп жизни. Там все бегают туда-сюда. Там все спокойно, как бы по старинке. Понравились сами места, куда мы ездили. Тула, само Куликово поле, Красный холм, Зеленая Дубрава. Мы вот шли к ней по жаре, 4 километра где-то, палящим солнцем. Исторические места очень. Саму эпоху чувствую. Чувствую, что земля какая-то другая, не такая, как везде. Плеваться там нельзя. Сами чувствуем, что Тула плюнуть, как святотарство такое. Куликово поле – это место первоначального спасения России же. Священное место. Как-то я думал, что он не таких размеров. Там такие много-много-много гектаров. А это, думаю, там угольные взгляды можно кинуть. Тут такие пространства вообще. Как там 150 тысяч войск с одной и с другой стороны. Это очень много. Ну, я немножко разочаровался, когда Зеленая Дубрава пришел. Потому что я думал, там такие дубы стоят гигантские. Там приходишь, там березки стоят. Такая худенькая Дубрава. Оказывается, и вырубили частично. Еще в 18 веке. Почему? Ну, дубы тогда очень ценная порода дерева. Как бы для кораблестояния нужное было очень. Там именные дубы. Там приезжают именитые люди. Высаживают каждый по своему дубочку. И таблички оставляют.